Здравствуйте, мои маленькие друзья, мальчики и девочки! Сегодня мы будем слушать продолжение сказочной истории про дядю Фёдора и его друзей. Надеюсь, вы ничего не забыли, а глава, которую я сегодня вам прочту, называется «Простоквашина готовится». Часть вторая. Печкин взял собачонку за пазуху и сказал, это моя собака, я её никому не отдам. Матроскин спрашивает, а где мой радиоколокольчик для моей коровы? Дядя Фёдор его в сторону отозвал и говорит, я радиомаячок привёз, а стрелочный указатель я тебе позже передам. Не бойся, он до лета сюда в десять раз успеет приехать. Матроскин ужасно расстроился. Шарику всё в целости привезли, а мне по частям. Папа тем временем стал всё кругом осматривать и спрашивать, а у вас рис-то есть? Нет, говорит Матроскин, только гречка. Папа вздохнул, придётся мне новогодний узбекский плов из гречневой крупы делать. А телевизор у вас есть? Есть. Вон, в шкафу стоит. Папа телевизор со шкафа снял и спрашивает, а что это у вас такая странная настроечная таблица? Кругами? Почтальон Печкин говорит, это у них не таблица. Это у них всё паутиной заросло. У них на каждой кастрюле такая настроечная таблица имеется. Папа решил во что бы то ни стало телевизор наладить. Ведь в новогоднем огоньке сегодня мама Рима поёт вместе с менеджером по колготкам. Когда папа об этом менеджере думал, ему самому хотелось колготки на голову натянуть и с опасным оружием и вилами в подвал дома журналистов явиться для выяснения отношений. Но он быстро себя успокоил и говорит, а у меня такая мысль есть, прогрессивная. А давайте мы к себе на Новый год всех простоквашенцев позовём. Да у нас тут простоквашенских только и осталось, что бабка Евсевна с дедом Сергеем с горушки, да бабка Сергеевна с дедом Александром за церковью, говорит Печка. Да и сторож Шуряйка хромой с лесопилки, который гармонист свадебный. Вот всех и позовём. Все не придут, Шуряйка хромой ни за что не придёт. А почему? Он стесняется, он негром стал. Как так негром стал? Разве и неграми становятся? Становятся, да ещё как. К нам морилку привезли венгерскую для мебели. Он её перепутал вместо спирта. Выпил на одной гулянке. Наутро весь окрасился в коричневый цвет. Вот и не пей, что не попадя, независимо от цвета кожи. Он взял лист бумаги из своего чемоданчика и начал писать. Так, уважаемый Сергей с горушки, приглашаем вас с супругой Евсеевной на торжественный банкет, встречу Нового года. Форма одежды нарядная. Лучше всего прихватить что-нибудь съедобное и приходить обязательно со своим стулом или табуреткой. Встреча состоится в доме дяди Фёдора. Почему дяди Фёдора? Спрашивает Печкин. А моя почта на что? Там помещение побольше будет. Там можно даже танцы устроить. А телевизор там есть? Спрашивает папа. Ведь мы должны нашу маму видеть. Её будут из подвала передавать. Есть там, есть там телевизор. Мы всё увидим. И там большая ёлка прямо перед окном растёт. Папа все пригласительные билеты на почту переписал. А Печкин их быстро по адресам разнёс. Потом они все, кроме папы, взяли всё ненужное и пошли на почту, чтобы почту в зал приёмов переоборудовать. Папа в избе остался. Ему надо было к празднику узбекский плов из гречки приготовить. Ну что, мои маленькие друзья, продолжение этой истории мы с вами дочитаем завтра. Ну а сейчас давайте смотреть мультфильм. Ну а я с вами прощаюсь и желаю вам спокойной ночи. Пока.